Даммер сразу спросил у моего сына, в каком классе он учится. Если бы мой сын не был физически крепким мальчиком, наркотик, который этот человек ему дал, мог бы убить его. Мистер Син Хасумхон, простите, это... Я плохо вас понимаю. Может быть, кто-то из ваших детей поможет нам? Спасибо. Мы иммигранты. Мы много работаем. Беремся за любую работу. У нас нет денег на дорогих адвокатов. Наша семья не ест, не спит. Ясно. Пусть ваш отец передаст свое заявление приставу, а мы его включим в протокол. Мистер Даммер, встаньте. Вы решили не оспаривать обвинения в сексуальном насилии второй степени. В связи с этим я приговариваю вас к одному году заключения в исправительном учреждении Милуоки. Вот смотрю я на вас, и вы мне напоминаете моего внука. У него была проблема с алкоголем. Но он смог измениться. Теперь он владелец успешного бизнеса, автомойки. Вы не похожи на человека, который хочет провести жизнь за решеткой. Вам нужен еще один шанс. Сегодня у вас удачный день. Я дам вам этот шанс. И очень надеюсь, что вы извлечете урок из случившегося и не будете нарушать закон. Я вижу, у вас есть постоянная работа. Так вот, суд разрешает вам работать до 40 часов в неделю. После работы вы будете возвращаться в тюрьму. Суд обязан известить вашего работодателя об этом решении. Но я сделаю вам одолжение и умолчу о сути вашего проступка. Вас такой вариант устроит? Да, спасибо, ваша честь.